Эй, всем привет! Сегодня обзор на Unbernic RG35XX SP. Это новинка от компании Unbernic в форм-факторе раскладушки, напоминающего небезызвестный геймбой Адванс СП. Распаковку и первые впечатления вы можете посмотреть на моем лайф-канале. Сегодня же мы сосредоточимся больше на эмуляции, ну а также о тех подводных камнях, которые мне удалось выявить в ходе эксплуатации. Не будем долго затягивать, поехали! Итак, по традиции давайте еще раз пробежимся по органам управления. Сверху у нас две пары шифтов USB Type-C, совмещенные с OTG, Mi HDMI. Справа у нас кнопка включения, кнопка сброса. С левой стороны у нас качелька регулировки громкости. Снизу выход под наушники, слот под две карты памяти, как правило на одной прошивке, на одной игры. Но если вы покупаете на 64 гигабайта, то в комплекте будет идти одна карта памяти, где записаны и игры, и прошивка. И на нижней стороне у нас отсек под батарейки, а также указание модели. Открываем крышку. Сверху традиционный дисплей. Здесь у нас крестовина, ABXY, кнопка меню, кнопки Select, Start. И также мы видим световые индикаторы. Один, который, когда мы включаем консоль, горит зеленым. Ну и второй, соответственно, при зарядке горит оранжевым. Загорается надпись Unbernic. Это у меня стоковая прошивка. Естественно, все вначале разберем со стоком. Итак, встречает нас вот такое вот меню. Здесь у нас стоковые эмуляторы. Эмуляторы RetroArch. Это избранная история. Поиск. Приложение. Здесь у нас есть музыка, есть видео, есть книги. Проводник для экспертов. Приложение. И настройки. В настройках у нас есть системная информация. Версия прошивки 1.0.3. Соответственно, блокировка экрана. Яркость у меня максимальная. Тест кнопок. Дата, время. Язык системы. Есть русский язык. Настройки RetroArch. И здесь, забегая вперед, скажу, что есть Wi-Fi. Но RetroArch почему-то у меня настроить не удалось. Есть, собственно, куда это все вводить. Но, к сожалению, почему-то не коннектится. Соответственно, в сетевых настройках это настройка Bluetooth, настройка Wi-Fi, а также Moonlight. Bluetooth довольно бесполезная вещь, как оказалось. Потому что в стоковой прошивке не подключаются ни беспроводные наушники, ни геймпады. Я пробовал и новый боксовский контроллер, и старый боксовский контроллер. Даже 8 бит до. Причем он не соединяется ни по Bluetooth, ни по свистку. А заработал у меня вот такой вот самый обычный геймпад от суперконсоли через USB Type-C на USB. Ну и, соответственно, сам приемник по Bluetooth я подключить это все дело не смог. Wi-Fi здесь у нас двухдиапозиционный. Соответственно, 2,4, так и 5 Гц работает. В принципе, с этим вопросов нет. Опять же, будет плюсом 5 Гц для Moonlight. Настройки значков. Два стиля здесь всего. Обои. Звук нажатия кнопок. Настройка кнопок. Настройка геймпада. Здесь плюс, например, если вы подключаете вот такой вот геймпад. Как видим, здесь у нас стики есть, в отличие от консоли. Соответственно, здесь они работают, если вы подключаете конбарник. И можете играть уже в более продвинутые игры Dreamcast и Nintendo 64. Там, где стики требовались. Но, к сожалению, вы не могли их играть здесь, так как их нет. Поэтому настройка геймпада очень помогает. Она именно для сторонних. Ну, соответственно, можно выключить, перезагрузить. А также светодиод в режиме сна. То бишь, мы закрываем. И он у нас остается гореть. Его можно включить, либо выключить. Соответственно, в выключенном состоянии у нас этот светодиод также будет гаснуть. Как по мне, так лучше пускай горит. Вы хотя бы знаете, что у вас консоль, например, не выключена. Также из плюсов отмечу то, что Вызбранное, когда вы заносите, попадает именно та игра, откуда вы заносите. Например, Super Mario World у меня из стоковых эмуляторов я сюда занес Вызбранное. А вот Donkey Kong у меня уже из эмуляторов RetroArch. Аналогично, в истории, да, все показывается историю, откуда вы, собственно, эту игру запускали. Ну и поиски, если мы, например, набираем Mario, то здесь можно также посмотреть, откуда ее запускать. Либо со стокового, либо с RetroArch. Удобно? Удобно. Ну, начнем мы со стоковых эмуляторов. Как мне написали в комментариях к распаковке первого впечатления, о них нужно нафиг забыть. И я, в принципе, это решение поддерживаю. Здесь у нас эмуляторы вот такие доступные, то есть максимум это PSP PlayStation 1. Из полезного, например, в игре Game Boy Advance можно выбрать ядро. Это очень помогает. Ну, чего ты. GPSP, либо VBGA Next. Почему это помогает? Ну, потому что все мы знаем, например, ту же самую Grand Theft Auto, да, GTA-шечку нашу. Которая, например, здесь на GP и SPI попросту будет вылетать после первого диалога. Как мы с вами любим в наших старых консолях из десятых годов. А на VBGA Next вполне себе можно поиграть. И вот именно этот эмулятор я бы, наверное, и стал играть в стоковом варианте. Почему? Здесь у нас, если нажать кнопку меню, оно практически идентично для каждого эмулятора. С небольшими особенностями, например, в эмуляторе PS1 есть возможность сменить диск. И здесь мы видим фильтр изображения HD. То бишь, картинка здесь у нас сглаженная. Для Game Boy Advance игр мне вот нравится, как картинка выглядит. Естественно, ее можно поменять. Ну вот, смотрите, мне вот нравится такая сглаженная картинка. Естественно, можно поменять аспекты, если вам не нравятся растянутые изображения. Также включить overlay, даже здесь он доступен. Поменять яркость экрана. И задержка turbo. То есть, можно регулировать скорость турбокнопок. В сохранении у нас доступно 6 слотов для сохранения под каждую игру. И вот, за исключением косяка с ядрами, которые здесь справляются, в принципе, на стоке в Game Boy Advance можно отлично поиграть. Другие эмуляторы, те же самые NES, на... в этом фильтре почему-то начинают подтормаживать. Консоль их не вывозит. Именно в фильтре HD. То есть, вы видите, какие-то у нас появляются сразу тормоза. Если мы поменяем фильтр, то эти тормоза уходят. Ну и еще один косяк, который я нашел в стоковом эмуляторе, это расположение 6 кнопок в Mega Drive игр. Она здесь есть, но сделана нелогично, как я обычно делаю. То есть, у меня обычно A, B и C. Здесь у меня Y. Ну а кнопки X и Z я располагаю на этих шахтах. Здесь же у нас просто какая-то дичь. Запускаем, допустим, тот же самый Mortal Kombat. Так, по фильтру Skyline. Ну давайте опять же HD поставим. Так, и смотрим, что у нас получается. Верхний удар рукой, блок, нижний удар ногой. Здесь у нас верхний удар рукой. Да, я понял, понял. Здесь, соответственно, ничего. Ну, бег. Да? У нас бег на левый шифт, а на правый шифт верхний удар ногой. То есть, максимально это нелогично. Поменять управление конкретно здесь нельзя. И поэтому возникает вопрос, а стоит ли мучиться на стоковых эмуляторах, учитывая, что есть Retro Arch. К нему, собственно, и переходим. Итак, здесь у нас, конечно, эмуляторов поболее. Добавился Open Board, Dreamcast, Pika, Pika, Virtual Boy, Game & Watch, Nintendo DS, Saturn. Я сюда добавил игру. Изначально его нет. Когда вы, допустим, берете карту памяти, через компьютер заходите в проводник, там вы видите много папок. Некоторые папки пустые. Так вот, если добавить, допустим, в папку Sega Saturn игр, то она здесь сразу начинает отображаться. Также здесь Nintendo 64 и порты. В портах у нас вот такие вот игрушки. Я запускал на первом впечатлении. Ну, давайте, Saturn, к сожалению, для него данная консоль непригодна. Тормоза, лаги. Может быть, какие-то 2D-игрушки здесь будут идти нормально, но вот конкретно Panzer Dragon здесь тормозит. Опять мне сейчас за английский прилетит. Ну, и вот как-то так все тормозит. Если вдруг вам нужно выйти, вам срочно нужно куда-то побежать. Закрыли консоль, она автоматически встала на паузу. Открыли, поехали дальше. И, соответственно, здесь меню уже традиционное для RetroArch. Можно поставить другую тему, другое меню в RetroArch. Далее Nintendo 64. Да, это, конечно, хорошо, но вот поиграть без геймпада внешнего здесь не удастся, потому что конкретно Super Mario, например, завязан на управлении со стиком. Здесь стиков нет, хотя вот смотрите, какое место даже под какие-нибудь соски вполне бы можно было установить. вроде как здесь есть магниты, которые должны как бы фиксировать видимо эту крышку, но особо они не их так не чувствуется, что крышку что-то притягивает. ну так чисто по эмуляции, как мы видим в Nintendo 64 здесь работают со стабильными кадрами. этой игры не было изначально на карте памяти, я ее добавил сам, потому что хитрые китайцы что делают? Они специально сюда закачивают игры, где можно управлять крестовиной. чтобы вы подумали о, ну как клево, тут же можно играть в Nintendo 64 можно, но только в определенные игры, где аналог дублировал крестовину. Такие игры действительно можно поиграть. но опять же где где поворот? Опять крестовина не работает. Ладно, если мы говорим про гейнбой, допустим, да, здесь тоже есть оверлей в ретроарч, выглядит конечно потрясающе аутентично. Прям передает дух того самого гейнбойчика. Ну только подсветку надо отключить. турбо также здесь есть. Ну и как же здесь выглядят игры для гейнбой адванс. Как видим, соотношение сторон здесь соблюдено, и снизу у нас вот такая вот рамочка гейнбой адванс SP появляется. Естественно, тяжелые игры на гейнбой адванс здесь работают отлично. Никаких проблем с 8-ю, 16-ти битами, а также 32-ю, не возникает. Естественно, и со SNES в тяжелых играх нет проблем. Ну по поводу удобства шифтов, ну они в принципе так же как и на гейнбой адванс SP. Там, я знаю, также было не всем удобно управление. Так. здесь у нас шифты получается на разной высоте, для того, чтобы их было удобнее нащупывать. Ну и вот здесь уже, как видим, с управлением проблем нет. Левый шифт верхний удар рукой, правый верхний удар ногой, блок и бег на X. Ну и, конечно, нет никаких проблем с той же самой PlayStation 1. Довольно тяжелая игра Batman Robin. Как я читал, это чуть ли не первый GTA 3 для Sony. Чуть ли что на PlayStation не было GTA 3. А вот проблема начинается, например, если вы захотите поиграть в Dreamcast. Опять же, аналога здесь нет и такие игры, например, как Sonic будут вам недоступны. Ну и плюс производительность консоли, конечно, не все игры потянет. Вибрации здесь есть, но, как видим, свистовина здесь ничего не управляется. Ну и плюс счетчик FPS на 30-40 вместо 60. Вот и можем только прыгать. Crazy Taxi также здесь у нас судя по счетчику FPS работает не на полной скорости. Ну хотя это особо не ощущается. И опять же может поиграть с крестовиной. В PSP аналогичная ситуация. Простенькие игры, например, как кастлевание идут на полной скорости. Ну а если мы берем в пример того же Gotip War GTA здесь уже начинаются просадки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Продолжение следует...